Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами рассмотрим ряд очень важных для дальнейшего развития нашей страны решений. Речь идёт об изменениях пенсионной системы и о корректировке налогов. Соответственно, рассмотрим законопроекты. Мы понимаем, насколько все эти решения непростые, поэтому мы шли к ним длительное время. У нас были острые дискуссии, мы прорабатывали самые разные варианты, взвешивали все «за» и «против». Но точно так же мы с вами понимаем, что эти изменения назрели, они необходимы. И назрели давно. Без этих решений мы не можем двигаться вперёд ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики. Сначала о пенсионной системе. Ключевая задача, которая поставлена президентом – повысить пенсии. Мы должны их увеличивать темпами выше инфляции, вне зависимости от внешних обстоятельств и внутренних проблем. Но демографическая ситуация такова, что доля работающих людей становится всё меньше. Пенсионеров, соответственно, всё больше. С каждым годом этот дисбаланс будет только расти. И, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Всё это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы. Вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства. Для того, чтобы это не произошло, мы должны принять дополнительные меры. Только так мы сможем обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам. Причём на долгосрочный период. Принимая эти решения, мы должны руководствоваться несколькими факторами. Во-первых, нынешний порог окончания трудовой деятельности был установлен для части категорий в 30-е годы прошлого века, а окончательно был утверждён в 56-м году для рабочих и колхозников. И в начале 60-х для членов сельскохозяйственных предприятий. С тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет. Кроме того, изменились и бытовые условия, и условия труда. А сроки выхода на пенсию остались прежними. Их поэтому давно пора пересмотреть. Во-вторых, в последние годы нам удалось добиться существенного увеличения продолжительности жизни. Она достигла почти 73 года. Это результат системной работы, которую мы ведём последние 20 лет по всем направлениям социально-экономической политики. Базовый принцип инвестиций в человека — это и материнский капитал, и различные выплаты семьям с детьми, и общее развитие системы образования и здравоохранения. Цель была одна — чтобы в зрелом возрасте люди жили дольше и лучше. В этой логике мы будем действовать и дальше. Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас. В том числе и потому, что созданы условия для решения задачи по увеличению продолжительности жизни в рамках программы 80+. Но сейчас люди не просто живут дольше, дольше остаются активными. Человек пенсионного возраста, ну, скажем, лет 30 назад и сегодня — это просто разные люди. Многие в этом возрасте полны сил и желания работать. У многих ещё дети даже не выросли. Число работающих пенсионеров в среднем за год составляет около 12 миллионов человек. Они не хотят выходить на пенсию, они продолжают трудиться. И с каждым годом такая тенденция будет только усиливаться. В-третьих, на сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст. Причём начали это делать ещё в 80-е годы прошлого века. В нашей стране возраст выхода на пенсию один из самых низких. И по сравнению с нашими партнёрами по СНГ и с европейскими странами, скажем, после распада Союза СССР пенсионный возраст был увеличен во всех странах Еврозес, в других странах СНГ, кроме России и Узбекистана. Белоруссия сделала это некоторое время назад, Казахстан и Молдавия ещё 20 лет назад. Более того, наши коллеги в разных государствах из Евразийского Союза сейчас делают уже следующий шаг в повышении границ пенсионного возраста. И мы тоже, в общем и целом, приступили к этой проблеме, к повышению пенсионного возраста, но пока это коснулось только гражданских и муниципальных госслужащих, а также депутатов. Там, как известно, в действующем законодательстве предусмотрена граница в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Ну, не буду говорить общеизвестные вещи. В Европе люди завершают работу ещё позже, и в 67, и в 70 лет. Иными словами, по этому пути идут все страны. Тем не менее, несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсии сверх уровня инфляции. Ну и в целом переходный период даст возможность синхронизировать изменения пенсионного возраста и дальнейшее более активное развитие социальной сферы. Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, повышение пройдёт постепенно. Ну, например, мужчины, родившиеся в 59 году и женщины 64 года рождения, смогут выйти на пенсию в 2020 году, соответственно, в возрасте 61 год и 56 лет. Мужчины 60 года рождения и женщины 65 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году, соответственно, в возрасте 62 и 57 лет. Ну а молодого поколения впереди ещё достаточно времени просто для адаптации к новым границам. В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж, 40 лет для женщин, 45 лет для мужчин, выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения. При этом предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий. Это право останется у тех, кто работает на вредном и опасном производстве, так называемые списки, у женщин, которые имеют 5 и более детей, у инвалидов по зрению первой группы и военной травмы, у одного из родителей или опекунов, инвалидов с детства, у чернобыльцев, у некоторых других категорий, которые имеют такие льготы по социальным мотивам. Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагаются оставить прежними. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории работника по льготам. Эти правила останутся без изменений в настоящий период. При этом возраст выхода на пенсию этих работников будет исчисляться с учетом общих подходов к темпам повышения пенсионного возраста. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовывать это право и назначать досрочную пенсию можно будет в период с 19 по 1934 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и тех переходных положений, которые предусмотрены. Для тех, кто проработал в особых климатических условиях, в районах Крайнего Севера, в приравненных местностях, пошагово выход на пенсию будет достигаться для мужчин в 60 лет и для женщин в 58 лет. Еще один важный момент, который я хочу особо подчеркнуть, он касается нынешних пенсионеров. Во-первых, в отношении них никакие правила, естественно, не меняются. Во-вторых, благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1000 рублей в год. Кроме того, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты. Хотел бы в этом контексте обратиться к профессиональным союзам, к работодателям, с тем, чтобы они оперативно организовали проведение необходимых процедур, рабочую группу, и чтобы мы в кратчайшие сроки провели заседание российской трехсторонней комиссии. Также сегодня мы рассмотрим ратификацию 102-й конвенции о минимальных нормах социального обеспечения. Ее положение позволит привести к международным стандартам законодательное регулирование пенсионной сферы. Это назревший вопрос. Конвенция достаточно долго обсуждалась. Пора ее уже ратифицировать. И она устанавливает четкое соотношение между средним размером пенсии и средним заработком. Наши социальные партнеры по объединению независимых профсоюзов обращались в правительство с предложением о ратификации этой конвенции. Давайте это сделаем. Коллеги, принимаемые меры позволят не только повысить пенсии, они дадут возможность дополнительно сбалансировать рынок труда. У нас уже сейчас рекордно низкая безработица. В среднесрочной перспективе мы и вовсе можем столкнуться с ситуацией, когда нам будет не хватать трудовых ресурсов. Да что скрывать, в ряде регионов их уже не хватает. Поэтому старшее поколение, а это люди с огромным опытом, зачастую уникальной квалификацией, которые умеют работать, еще многое смогут сделать. Мы должны предпринять все усилия, чтобы устранить любые ограничения при приеме на работу людей, уже достигших определенного возраста, чего люди уже действительно наши давно требуют. Поэтому я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами. Если граждане хотят работать, они должны работать. Тем более, что доход от такой работы всегда выше пенсии. И нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность. Это понимание должно быть не только у государства, почему я на это акцентирую внимание, но и у работодателей. Они должны в полной мере обеспечить работой людей старшего поколения. Теперь о налогах. Говоря об этом в контексте совершенствования пенсионного законодательства, я имею в виду, что свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес. Предложений было много. Напомню, мы обсуждали и введение налога с продаж, и переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц, и просто повышение ставки этого налога. И вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары. Но мы отказались от таких неоправданно тяжелых для людей шагов. И остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое. Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС 18%. Предлагается сделать ее 20%. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость, на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки. Второе. Мы приступили к завершающему этапу налогового маневра в нефтегазовой отрасли. Речь идет об отказе от экспортной пошлини на нефть и нефтепродукты и о параллельном повышении налога на добычу полезных ископаемых, нефти и газового конденсата. Этот процесс будет завершен постепенно, начиная с 2019 года в течение шести лет. Проводя налоговый маневр, мы, конечно, не можем не учитывать рисков повышения внутренних цен на бензин и дизельное топливо. Выводы из ситуации с ростом цен на топливо сделаны. И чтобы не допустить этого в будущем, предлагается ряд серьезных новаций, ну и соответствующих механизмов. Мы приняли решение временно с 1 июня снизить акцизы на бензин и на дизельное топливо. А для того, чтобы компенсировать регионам выпадающие доходы, мы изменим структуру распределения акцизов между федеральным и региональными бюджетами. Напомню, что деньги, полученные за счет акцизов, можно использовать только на ремонт и содержание автодорог. Теперь та часть этих поступлений, которая пойдет в региональные дорожные фонды, она вырастет. Ну и, соответственно, уменьшится часть, которая раньше шла в федеральный бюджет. Соответствующие законодательные инициативы, они находятся в высокой степени готовности. Я поручаю оперативно согласовать оставшиеся позиции с участием всех заинтересованных сторон. И на следующем заседании правительства рассмотреть доработанные документы по вопросу налогового маневра. Инициативы, которые мы сегодня рассматриваем, предполагают также и ряд существенных налоговых послаблений. Во-первых, предлагается закрепить, наконец, на постоянной основе, применяемые сейчас в качестве льготных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В пенсионный фонд, в социальный фонд, в фонд социального страхования и обязательного медицинского страхования на уровне 30%. То есть зафиксировать вот эту величину уже окончательно. Во-вторых, мы приняли решение отказаться в будущем от использования такого института, как консолидированные группы налогоплательщиков. В связи с тем, что мы отменяем требования о контроле за трансфертными ценами внутри страны. Проблема вот этих так называемых консолидированных групп, она не новая. Мы ее не раз обсуждали с коллегами из Государственной Думы, Совета Федерации, с главами регионов. У этого механизма есть существенные недостатки. Прежде всего, речь идет о выпадающих доходах региональных бюджетов. Поэтому, начиная с 2016 года, напомним, мы приостановили создание новых групп и запретили расширение ранее действующих. Ввели ряд ограничительных мер. А с 2023 года этот институт на федеральном уровне вообще будет ликвидирован. Принимая это решение заранее, мы должны сделать так, чтобы и у налогоплательщиков, и у региональных властей было время подготовиться к изменению налоговых правил в части консолидированных групп. Налоговые меры, которые мы собираемся принять, позволят, во-первых, обеспечить выполнение майского указа президента по достижению целей развития. Ну и, во-вторых, поддержать экономический рост. Будут стимулировать технологическое обновление, развитие малого бизнеса, индивидуального предпринимательства. Эти инициативы, вот в части налогов уже, также необходимо рассмотреть на российской трехсторонней комиссии. Считаю правильным в случае, если эти инициативы будут приняты, если они, значит, вступят в силу, зафиксировать новую налоговую конфигурацию на ближайшие шесть лет. Мы придерживались такого подхода в предыдущий период, и, скажем прямо, в целом он себя оправдал. Наряду с этими мерами предлагается сохранить первичный дефицит бюджета на уровне полпроцента валового внутреннего продукта и зачислять эти средства в специально создаваемый фонд развития, чтобы осуществлять инвестиционные расходы на выполнение нового майского указа президента. Уважаемые коллеги, все законопроекты, все сопроводительные документы должны быть направлены в Государственную Думу в самое ближайшее время, чтобы наши коллеги-депутаты могли до конца весенней сессии рассмотреть их в первом чтении. Поэтому прошу всех профильных министров, заместителей председателя правительства, аппарат правительства заняться этим в приоритетном порядке. Плотно и конструктивно работать с парламентом. Отдельно хочу обратиться к коллегам из Государственной Думы и Совета Федерации. Прежде всего, к коллегам из фракции «Единая Россия», но и другим тоже. Рассчитываю, что парламент эти инициативы поддержит. Рассчитываю на то, что «Единая Россия» также предпримет все усилия для поддержки этих законопроектов. И еще один важный момент. Я уверен, вы все понимаете, мы с вами об этом говорили совсем недавно. Времени для дальнейших теоретических дискуссий нет. Нам необходимо заниматься практической работой по выполнению национальных целей развития. Это единственно возможный путь к успеху. Это принципиальная позиция правительства. Это принципиальная позиция президента. Продолжение следует... Продолжение следует...